В неочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялось сегодня в Баку. В рамках заседания Тюркского совета обсуждались вопросы дальнейшей деятельности организации её структур, а также расширения сотрудничества как внутри самой структуры, так и с такими международными организациями, как Вышеградская группа и другие. На повестке мероприятия также вопросы подготовки к 8-му саммиту тюркоязычных государств, проведение которого запланировано в Турции. Первые 10 лет деятельности Тюркского совета были периодом становления. Сейчас мы переходим к новой фазе нашего развития. Бакинский саммит с этой точки зрения был историческим и важным. Сегодня мы собрались для того, чтобы следовать исполнениям принятых мер нашими президентами во время последнего саммита, а также начинаем подготовку к следующему саммиту в Турции этой осенью. Много тем было обсуждено на повестке дня. Первым делом – развитие наших отношений с другими странами, не входящих в Совет и международными организациями. Круг вопросов, стоящих перед участниками встречи, также включил сотрудничество с международными организациями и странами, не являющимися членами Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В то же время планируется обсудить и расширение деятельности Тюркской академии. Расширение деятельности представительства Совета Будапешти также будет в центре внимания. Господин Мамедьяров от лица главы государства поблагодарил глав тюркоязычных государств за их постоянную поддержку. Сегодня обсуждалось всестороннее развитие отношений между странами-членами Тюркского Совета, расширение отношений и распространение деятельности Совета, повышение репутации тюркского мира на международной арене. Также была обсуждена интеграция стран, носящих статус наблюдателей в Тюркский Совет. Мы хотим, чтобы Тюркский Совет еще более укрепился и начал играть заметную роль в общемировом масштабе. В этой связи нам поступили рациональные предложения от секретариата и участников организации. Были проведены соответствующие встречи, даны оценки возможностям. Своё развитие наш диалог продолжит в Нью-Йорке, на Генассамблее ООН, где снова соберутся главы МИД тюркских государств. С этой точки зрения нынешняя встреча в Баку представляется чрезвычайно важной. Напомним, что Тюркский Совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчеване. Седьмое заседание Совета и мероприятия, посвященное десятилетию создания организации, прошли в Баку 14-15 октября 2019 года. Международная организация, объединяющая современные тюркские государства, ставит главной целью развитие и укрепление всестороннего сотрудничества между государствами-участниками. При этом организация открыта для взаимодействия и с государствами, не входящим в её состав.